История Тебя, Господь! История Тебя, Господь! История Тебя, Господь! Но промыслу Божию было угодно сохранить святые мощи, потому что очень многие святыни, которые хранились в Византии, о которых мы знаем из церковной истории, о которых мы знаем из богослужебных текстов, ныне утрачены. Есть такой праздник положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахернском храме в Константинополе. Но сама Риза исчезла в эпоху крестовых походов, только небольшие фрагменты от нее остались. Есть другой праздник положения пояса Пресвятой Богородицы в Халкопратийском храме в Константинополе. Но и пояс Богородицы исчез, остались только его фрагменты, которые хранятся в Ватапецком монастыре и в некоторых других храмах. И многие другие святыни безвозвратно исчезли после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, где они все хранились. И в других городах тоже были всякие святыни, которые погибли, либо в результате нашествия крестоносцев, либо потом, после того, как Византийская империя пала под натиском турок. Но вот мощи святителей и чудотворца Николая, благодаря тому, что латиняне выкрали их из мир Ликийских, сохранились и сегодня являются источником исцелений для тысяч людей, которые ежедневно, еженедельно притекают к этим святым мощам для того, чтобы помолиться святителю Николаю и для того, чтобы получить от него небесную помощь. Мы читаем в житии святителя о том, что он был очень добрым и сострадательным человеком. И мы не просто об этом читаем, но мы ощущаем это на своем собственном опыте, потому что Господь дал святителю Николаю особый дар – слышать молитвы людей и быстро на них откликаться. И каждый, кто захочет это испробовать на себе, кто захочет почувствовать силу молитвы и предстательства святителя Николая, очень легко может во всем этом убедиться. Потому что святитель Николай откликается на молитвы каждого, кто к нему обращается, откликается быстро и на помощь приходит скоро. И я думаю, что многие из нас в своей жизни испытали помощь святителя Николая. А если кто-то из нас скажет, а я никогда не сподобился получить от него помощь, то это значит, что не обращались к нему в молитве или просили плохо. Святитель Николай помогает всякому, кто к нему обращается. И это опыт миллионов людей. Именно поэтому его чудотворные мощи, которые находятся в городе Бари вот уже более 900 лет, являются центром притяжения для такого количества людей со всех стран мира. Если бы сегодня не было тех ограничений, которые введены из-за распространения коронавируса, то несколько самолетов с паломниками из России сегодня стояли бы в аэропорту города Бари. Точнее, самолетов, которые привезли паломников, а сами паломники бы в этот момент молились о мощей святителя. Но и сейчас, лишенные возможности посетить этот прекрасный итальянский город, мы чувствуем близость святителя и чудотворца Николая к нам. Мы чувствуем, что он нам помогает. Мы чувствуем, что он с нами рядом находится и присутствует. Мы все очень надеемся на то, что эпидемия, которая нас посетила по пущению Божьим, пройдет как можно скорее. Мы просим об этом Господа Бога. Мы просим об этом Пресвятую Богородицу. И давайте будем об этом просить святителя и чудотворца Николая. Пусть поскорее пройдет это напасть, чтобы мы могли все вернуться в храм, чтобы мы могли прославить Бога за Его милосердие. И пусть молитва святителя и чудотворца Николая помогает каждому из нас на нашем жизненном пути. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с этим праздником. И да хранит вас Господь от всякой болезни, от всякой напасти. Берегите себя, берегите своих близких. Будем ждать того момента, когда храмы вновь откроются, для того, чтобы мы могли вместе молиться и вместе причащаться святых христовых тайн. Христос воскресе! Бористос 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 воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok